В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Помощь в непростые времена. Как работают волонтеры ковидных бригад. Мир творчества для тысяч детей в художественной школе 50 лет. По просьбам собаководов в Сарове появилась площадка для дрессировки и выгула животных. Далее расскажем обо всем подробно. Еще четыре лаборатории для тестирования на ковид-19 планируют открыть в Нижегородской области. Как сообщил Глеб Никитин, они появятся в Борской, Кстовской и Павловской районных больницах, а также в городской клинической больнице номер 30 Нижнего Новгорода. На сегодняшний день в регионе работают 18 лабораторий. Часть исследований выполняют две организации из других городов. Нагрузка колоссальная. К примеру, только за минувшие сутки было протестировано более 17 тысяч жителей. В связи с этим мы приняли решение об открытии дополнительных лабораторий, подчеркнул глава региона. На эти цели потратят более 67 миллионов рублей, 41 миллион из регионального бюджета, остальные из средств благотворителей. Нижегородская область – один из лидеров среди регионов по количеству тестов на коронавирус. В среднем в день делают более 450 анализов на 100 тысяч населения. При этом Роспотребнадзор предписывает регионам делать сутки не менее 200 тестов на 100 тысяч жителей. В Сарове количество исследований превосходит все нормативы в несколько раз. За минувшие сутки в городе провели 693 анализа. Выявили 131 новый случай заражения. С марта в нашем городе работает бригада волонтеров, которые помогают больным ковидом или тем, кто сидит на карантине. 10 добровольцев выполняют все заявки, которые поступают к координатру. В день бывает больше 15 обращений, помощников не хватает. Подробнее о работе волонтеров и о том, как вступить в их ряды, расскажем далее. Пенсионеры во время пандемии попали в зону риска. Из дома им рекомендуют выходить как можно реже. В сложной ситуации оказались также контактные заболевшие ковид-19, которым порой некому принести еду и лекарства. На помощь приходят добровольцы. Волонтеры ежедневно доставляют продукты и медикаменты, выгуливают собак и выносят мусор. В основном заявки поступают на горячую линию 977777. Все мы этот номер хорошо уже знаем за этот период. Они поступают туда. Все эти заявки приходят к нам в общий чат, в общую беседу. И волонтеры, которые уже там работают с весны, и мы тоже там присутствуем, мы берем эти заявки по возможности. Ресурсный центр берет заявки и распределяет их среди своих волонтеров. Кто может, у кого сейчас возможность, время, или он там находится в этом месте. То есть проводим такую работу. Когда число заболевших стало расти, коечный фонд решили разгрузить. Для бессимптомных больных, которые живут в общежитиях, выделили отдельное здание. Добровольцы регулярно помогают и им. При работе с зараженными волонтеры используют средства индивидуальной защиты и избегают прямых контактов. Все волонтеры, которые оказывают помощь людям с ковид, они прошли специальное обучение. То есть они знают, что обязательно нужно пользоваться средствами самозащиты. Это маска, перчатки, антисептик. Они не входят в помещение, в котором находится человек. То есть не в квартиру, ничего не трогают. Если они принесли продукты, они там оставляют в подъезде на ручке. Если человек должен оплатить, то это, конечно же, преобладание переводом на карту. Записаться в волонтеры ресурсного центра может каждый. Кто хочет помочь людям и понимает, что готов это сделать. Вячеслав Бурлаков считает, что добрые дела нужно делать в любое время. Но сейчас они важны, как никогда. Волонтерская помощь нужна была всегда. А сейчас в такие мягкие времена она нужна особенно. У меня в моем графике есть свободное время. И я стараюсь уделять его на помощь людям, которые находятся на самоизоляции, которые попали в такие непростые жизненные ситуации. 5 декабря в дистанционном формате подведут итоги конкурса «Доброволец Сарова-2020», на котором определят самых неравнодушных к чужой беде саровчан. Подробности в группе ресурсного центра «Добровольчество» ВКонтакте. Выйти из бедности, обратившись за помощью к государству. Нижегородская область стала одним из пилотных регионов, где реализует проект по заключению соцконтрактов. С начала года за помощью уже обратились более 46 тысяч нижегородцев. В этом году выплаты по заключенным социальным контрактам составят свыше 1 миллиарда 3 миллионов рублей. Материальная поддержка позволит выйти из бедности более чем 7 тысячам семей. Это один из самых высоких показателей в стране. Напомним, социальный контракт заключают органы соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Десять вместо пятнадцати. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин снизил максимальное количество одновременно занимающихся в кружках и секциях. Это касается работы организации дополнительного образования, детских учреждений культуры и спорта, клубов, дворцов культуры, домов народного творчества. Эта норма не распространяется на спортивную подготовку. Также изменения коснулись сферы торговли. На одного посетителя магазина должно быть не менее 4 квадратных метров площади помещения. Розничным рынкам, ярмаркам, точкам уличной торговли необходимо размещать свои прилавки на расстоянии двух метров друг от друга, не допускать скопления покупателей, обеспечивать контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, запретить дегустацию продовольственных товаров. Всем организациям запретили проводить любые массовые мероприятия с участием коллектива вне служебных помещений. Фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы должны на время приостановить обслуживание граждан в возрасте старше 65 лет. Правительство выделило из резервного фонда около 2 миллиардов 700 миллионов рублей на выплаты социальным работникам, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусом. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Средства поступят в фонд социального страхования на специальные социальные выплаты работникам стационаров соцобслуживания. 730 миллионов рублей выделят на реализацию программы поддержки местных инициатив в 2021 году. Эта сумма в два раза больше, чем была в этом. Максимально сумму субсидий увеличат для Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова и Первомайска. Также планируют сократить долю софинансирования со стороны спонсоров с 5% до 3% и, соответственно, увеличить вклад областного бюджета в проекты. Напомним, программа действует на территории Нижегородской области с 2013 года. Карта волонтера культуры Нижегородской области начнет действовать в регионе в 2021 году. Обладателями карты станут добровольцы, достигшие 14 лет, зарегистрированные на портале добро.ру и активно ведущие добровольческую деятельность в сфере культуры на территории Нижегородской области. Карта даст право пользоваться скидками и льготами от организации партнеров. Многодетной семье Шах из поселка Сарма Вознесенского района нужна помощь. В ночь 17 на 18 ноября у них загорел дом и все имущество. Огонь уничтожил деньги, вещи, документы. Сгорела баня, гараж и надворные постройки. Мама и 8 детей не пострадали. Мальчикам и девочкам от 4 до 16 лет нужны теплые вещи и обувь. Деньги можно перечислить Наталье Леонидовне-Шах на карту, которая привязана к номеру телефона. Плюс семь девятьсот двадцать ноль шестьдесят два двадцать семьдесят четыре. Каждый ребенок талантлив по-своему. Это знают в детской художественной школе, которая работает в нашем городе 50 лет. За это время ее учениками стали сотни юных саровчан. Среди выпускников школы архитекторы, скульпторы и живописцы, учителя изобразительного искусства. О том, кто стоял у истоков художественной школы и каких принципов придерживаются преподаватели в наши дни, расскажем далее. Палитра в роли пенала и мольберт вместо привычной школьной парты. В учебных мастерских детской художественной школы кипит работа. Ребят учат переносить на бумагу образы и настроения, правильно передавать игру света и тени, соблюдать естественные пропорции и придавать законченные своим произведениям. Точно так же, как полвека назад, еще в здании школы-интернат номер один это делали первопроходцы. Художники-энтузиасты, которые в далеком. В 1970 году открыли детям из глубоко засекреченного и во многом отрезанного от культурной жизни страны города двери в мир изобразительного искусства. Не было никакого оборудования, был очень бедный натурный фонд, но отношения, вот отношения этих людей, которые начинали эту школу, было настолько трепетное и такое уважительное, что мы летали на крыльях просто в эту школу. В свое нынешнее здание на улице академика Харитона детская художественная школа переехала в 1976 году. Эти стены стали по-настоящему родными для нескольких поколений соровчан, а кто-то и вовсе нашел здесь свое призвание. Как, например, Юлия Мордвинова, которая живет и работает в Норвегии. Это ее работы вы сейчас видите на экране. Другой выпускник, Денис Тарелкин, занялся промышленным дизайном, успев поработать над обликом спорткаров одной небезызвестной итальянской компании. Сегодня в детской художественной школе занимаются не только дети, но и взрослые, которые чувствуют себе тягу к прекрасному. Ну, мне кажется, у любого творческого человека, вот с детства, кто рисовал, и он всю жизнь продолжает. То есть это самовыражение. То есть он не может без этого. Он всегда рисует для себя, дома. Ну, я не могу просто не рисовать. За 50 лет существования детской художественной школы в нашем городе сложилось целое объединение людей неравнодушных к изобразительному искусству. Оно называется «Художники Сарова». Большинство его участников объединяет то, что когда-то еще детьми после школьных уроков они бежали в любимую художку, где их учили говорить на языке красок. У художника должно быть что-то, что он может сказать. Допустим, какие-то поэты или писатели свои произведения пишут и доносят свою мысль словом до читателя. У нас это изобразительные символы. Да, это рассказ, но изобразительными средствами. Празднование юбилея в детской художественной школе начали готовить давно, но пандемия нарушила эти планы. Изобразительное искусство не может существовать без зрителя, поэтому торжественные мероприятия решили перенести. Пока что на начало следующего года. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В России могут запретить использование одноразовых ватных палочек и пластиковых трубочек для питья. Уже через несколько лет страна планирует перейти к новой системе. Об этом сообщил замглавы компании российский экологический оператор Алексей Макрушин. На территории РФ планируют закрыть производство этих товаров. Дело в том, что такие виды отходов не перерабатываются, поэтому имеет смысл просто запретить их. Новые правила могут вступить в силу уже в ближайшие годы. В официальной группе Канала 16 в социальных сетях мы спросили у саровчан о том, как они относятся к этой инициативе. Мнения за и против такого решения разделились практически поровну. 17% горожан не волнует решение властей по этому поводу. На улице Харитона появилась новая оборудованная площадка для выгул собак. Это первый подобный объект в нашем городе. На площадке есть все необходимые устройства и тренажеры для обучения четвероногих. Планируется, что выгулять своих животных на оборудованной территории саровчане смогут уже в этом году. Подробности далее. Новую собачью площадку, которая появилась в нашем городе совсем недавно, найти достаточно просто. Нужно спуститься вниз по тропинке от этих свечек в конце улицы Харитона. Пройти метров 200, пожалуйста, вот она перед вами. Давайте рассмотрим поближе. Площадка для выгул и дрессировки собак появилась благодаря участию Сарова в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Во время обсуждения концепции благоустройства лыжной базы горожане предложили обустроить и территорию, где можно заниматься с четвероногими питомцами. На данной площадке очень много различных малых архитектурных форм для дрессировки собак. Поэтому, я думаю, любой собаковладелец смеет найти для своего питомца необходимый, нужный формат дрессировки. На площадке есть специальное оборудование, позволяющее отрабатывать прыжки, преодоление препятствий, различные варианты бега и хождения по узкой дорожке. По периметру стоят лавочки, чтобы собачники могли пообщаться друг с другом и поделиться опытом дрессировки. Также на территории есть урны для мусора и специальный контейнер для собачьих экскрементов. Везти собаку до площадки нужно на поводке, отпускать только за ограждением. Закрыто. Пользоваться этим оборудованием пока нельзя. Но в департаменте городского хозяйства нас заверили, что площадку должны открыть до конца года. Пандемия пандемией, но спорт никто не отменял. В Держинске прошли соревнования на Кубок Нижегородской области по тяжелой атлетике. По мерцам силами приехали спортсмены из Нижнего Новгорода, Балахны, Шахуни и Сарова. Наш город представляли воспитанники клуба Греция. Для многих из них это были первые масштабные состязания. Об успехах саровчан расскажем далее. Шире чуть-чуть отнесла. Ближе к штанге пройди. Спинку на тени, Максим. Вот и ровненько вверх. Сиди, сиди. Вставай. Хорошо. Так проходит тренировка Максима Тараканова. Юный спортсмен пришел в секцию по тяжелой атлетике 4 месяца назад. Вначале он поднимал 8-килограммовые штанги. Сейчас увеличил вес до 25 килограмм. И останавливаться на достигнутом не собирается. Его новая цель – поднять 30 килограмм. Первым соревнованием Максима стал Кубок Нижегородской области, на котором он занял второе место. Мы ездили каждый год на эти соревнования. Соревнования интересны тем, что там выступают и взрослые, и дети, и ветераны спорта. Вот. Они организовываются ежегодно, как бы, в Дзержинске. Вот. Спортивный дюж-химик. На соревновании мальчики выполняли два классических упражнения – рывок и толчок штанги. Максим Галкин занимается в секции уже второй год, и эта победа не первая в его послужном списке. Записался в секцию, потому что хотел стать сильнее, признается мальчик. Соревнования в Дзержинске – это уже третья его победа в тяжелой атлетике. В 2019-м я ехал в первый раз, и я занял первое место. В 2019-м я ездил второй раз и занял второе место. И в этом году я занял тоже второе место. Я хочу в будущем занять первое место. Я буду тренироваться ради этого. Секция по тяжелой атлетике работает в клубе по месту жительства Греции уже 6 лет. Сейчас Руслан Казабаранов тренирует 18 юных спортсменов. Записаться в секцию может любой желающий в возрасте от 8 до 18 лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok